Что делать сейчас? Зайчик, тебе пора привыкать к коню. Завтра начнем. Ты сначала нормальную профессию получи, а потом будешь рисовать. Рвется к пианино, а его обратно. Рвется к пианино, а его обратно. А уже момент упущен. Никогда курица не следует за цыпленком. Никогда. И живет жизнью курицы. Что я вообще вижу в жизни, кроме задницы курицы? У каждой пять минут звонить там, ты покушал? Давай я тебе сюда принесу. Ну, выйди, в конце концов. Мы же должны семейно поесть. Твоя сестра уже пришла и села. Ну, почему ты не можешь оторваться от своего мобильного телефона? Он же делает тебя дебилом. Чему учить детей и для какого мира готовить детей сейчас? Если вы в тревоге, не клубитесь над ребенком. Отвалите. С вами Марианна Минскер. Нам надо поговорить о том, как жить, когда будущее настолько не определено. Со мной в студии семейный психолог Екатерина Мурашова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, известно, что самое сложное – это жить даже не в эпоху перемен, а в состоянии неопределенности. Мы живем в этом состоянии уже как минимум четыре года, еще со времен ковида. И ничего. То есть что, ко всему можно привыкнуть? Даже к состоянию тотальной неопределенности, как сейчас? В общем, конечно, привыкание наступает. Но сказать, что все привыкли, все ничего, живем и не тужим, нельзя. То есть состояние тревоги в обществе из-за неопределенности, безусловно, повышено. То есть я это вижу как практический психолог, я это вижу как человек. Именно базовый уровень тревоги повышен. Есть ли люди, которым все по барабану, и ковид, и военные действия? Конечно, есть. Нельзя сказать, что они составляют большинство, если мы говорим о жителях городов. А это разве не защитная реакция? Вот мне все по барабану, я живу своей жизнью здесь и сейчас, а меня остальное не волнует. У кого-то это защитная реакция, а кто-то действительно считает, что меня это все не касается. То есть у нас в поселке Нижней Мхи не было ковида. У нас в поселке Нижней Мхи не было локдаунов. И у нас в поселке Нижней Мхи пока, слава богу, нет ни вовсе не мобилизации. То есть они не делают вид, они действительно так считают. Чем нынешнее состояние неопределенности, такой, конечно, полной неопределенности, но тем не менее отличается от того состояния неопределенности, в котором мы живем всегда, обычно. Потому что никогда не знаешь, что будет завтра. Как известно, можно выйти на улицу, а тебе кирпич на голову упадет. Конечно. В чем отличие? Хороший вопрос, Марьяна, я могу, как ни странно, могу на него ответить. Дело в том, что состояние неопределенности делится на два типа. Я думаю, что я знаю, то есть оно всегда неопределенное. Но я, естественно, говорю из своей сферы про воспитание детей. То есть я для того, чтобы воспитать своих детей, я строю некий план на то, в каком мире они будут жить. Это естественно. Я отлично понимаю, что мой план может не сбыться, потому что любой человек нормальный понимает, что. Но, тем не менее, я из него исхожу, и я воспитываю ребенка, думая, что я как будто бы знаю. Ну, то есть, вот, например, меня, мои родители, моих сверстников воспитывали для жизни в обществе развитого социализма. Они уже не думали, что мы доживем до коммунизма, но, тем не менее, вот оно, общество развитого социализма, в котором люди как-то приспосабливались жить. Наши родители знали, как приспосабливаться, и они учили нас приспосабливаться. Да. То есть я понимаю, что мир может быть другим, но, тем не менее, я приспосабливаю детей к тому миру, про который я все знаю. Да, потому что эти навыки необходимы для того, чтобы выжить в этом мире. Для того, чтобы в нем выжить. И вот ровно в тот момент, когда закончилось мое детство и началась моя юность, случилась перестройка. То есть все, для чего нас учили, оказалось... Оно не работает. Оно не работало, да. То есть оказалось, что нас готовили к тому будущего, которого нет. Но, вы спрашивали, а в чем разница? А разница в том, что когда они готовили, они думали, что оно есть. А вот люди сейчас находятся в совершенно другом. Наоборот, Марьяна, они знают, что они не знают. Помните, то есть они все находятся в позиции этого самого товарища, который говорил, единственное, чего я знаю, что я ничего не знаю. То есть все современные люди находятся в глубоком и травмирующем... Родители, опять же, Марьяна, мы схлопнем немножко. Хорошо, про родителей. ...для меня. Все вменяемые родители знают, что они не знают, для какого мира они прямо сейчас воспитывают своих детей. Ребенку 11 месяцев, ребенку 11 лет. Я не знаю, для какого мира я его воспитываю. Да, мы сейчас про детей отдельно поговорим. А что в этот момент происходит вот с родителями? Неважно, 11 месяцев или 11 лет твоему ребенку, ты не знаешь, для какого мира ты его воспитываешь. Это что за состояние такое? Вот мы уже долго живем в этом мире. Но просто смотрите, если в ковид мы думали, что, ну вот сейчас ковид закончится, и заживем, будет все как прежде, но потом произошло то, что произошло, и мы понимаем, что ничего уже не будет, и вообще непонятно, как будет. Непонятно, когда это закончится, чем это закончится, и как это все будет выглядеть после. Значит, первое мы уже с вами сказали, то есть это повышается базовая тревога личности. То есть личность живет, существует, делает, что положено, там как-то развлекается, как-то отвлекается, но базовый уровень тревоги, он как бы вот возрос. Это первое. Повышается уровень внушаемости. То есть если я не знаю... То знает кто-то другой? То, может быть, знает кто-то другой, может быть, кто-то где-то уже додумался, может быть, ну не знаю, кто-то разложил карты Тары, они ему сказали. А это правда, потому что действительно, если мы посмотрим на просмотры программ, в которых гости астрологи, они зашкаливают, потому что астрологи точно знают, как мы будем жить завтра. Это, конечно, понятно, не для всех людей действует, но, видимо, для большинства. То есть, может быть, кто-то знает уже. Ну, вы сами понимаете, спрос рождает предложение. На фоне этого повышается вот уровень всевозможных манипуляций. Пропаганда, опять же. Пропаганда, это, ну, знаете, я понимаю, что вы, скорее всего, не согласитесь с моим определением, но пропаганда, это, знаете, это честный вид манипуляций. Ну, потому что пропаганда, она пропаганда. То есть вот я пропаганда, то есть я пришла и говорю там, что... Что белое, это черное. Ну, люди, которые вас слушают, так могут не думать, что это честно. Что мы воюем с устазией. Помните 1984, да? То есть пропаганда, это, я бы сказала, такой в лоб стандартный, всем, в общем, понятный тип манипуляций. Но, как вы понимаете, есть пропаганда более тонкая. А именно продать что-то. То есть вот этот вот уровень внушаемости родителей, например, повысился. Они говорят, боже мой, мы не знаем, как воспитывать наших детей. Мы не знаем, для чего их воспитывать. Мы не знаем, то ли учить их разводить костер, потому что, может быть, это понадобится, то ли учить их обращаться с искусственным интеллектом, потому что, кажется, он прямо сейчас все захватит, да? Вот в течение ближайших двух недель это произойдет. То ли еще что? Тут приходит человек и говорит, ну или организация, и говорит, мы знаем. У нас уже все просчитано. У нас есть пакет за небольшую плату. Мы научим ваших детей тому, что им точно понадобится. Вам нужно только довериться нам. И родители верят. Да, если у нас стабильная ситуация. То есть родители до этого, да, вот это поздний Советский Союз, условно говоря, да, когда все думали, что они знают, как будет. И приходит кто-то и говорит, вы знаете, вот тут вот надо вот так, вот так. Ну, родители так посмотрят, подумают. Слушайте, ну, вообще-то я и сам знаю, как, и что-то вот, что-то вы странное такое говорите. И, в общем, кто-то, конечно, поведется. То есть всегда есть те, кто будет сажать золотые монеты на поле дураков. Ну, на поле чудес в стране дураков, да, Буратино. Но в основном люди скажут нет. Когда всеобщая неопределенность, и люди просто вообще не понимают, чего, куда, если кто-то приходит с харизмой, с хорошей раскруткой, с хорошей, и говорит, вот оно. Разумеется, в себе куда. Что вы таким родителям, раз мы про родителей, рекомендуете делать? Как этому не поддаться, как этому противостоять, и как верить себе, когда ты не знаешь, что будет? Дело в том, что вот это вот верить себе, то есть я готов поверить себе, говорят мне родители, но дело в том, что у меня там ничего нету. Ну, хорошо. Но как не поддаться вот этим манипуляциям? Вы знаете, времена не выбирают, у них живут и умирают. Я родителям говорю, что, по крайней мере, попытайтесь выбрать то, что действительно вам ближе. Ну, то есть если вам говорят, что вашего ребенка одновременно научат, там, не знаю, выживанию, общению с искусственным интеллектом, там, или еще чего-то, ну, спросите себя, что вам кажется, то есть не суйте его во все подряд. Дело в том, что я очень часто сталкиваюсь с тем, что дети буквально полощатся как, ну, не знаю, как тряпка в проруби, то есть их суют везде. А разве это неправильно? Что-то же останется от каждого элемента? Видите, вообще не останется. Если ребенок невротическим родителям запихнут на невротическом импульсе во всякие манипулятивные штуки, то у ребенка не останется ничего, кроме базовой тревоги родителя. То есть ребенок не усвоит ни одно из этого, у него не будет никакой стройной схемы, у него не будет времени на переработку всего этого, и в результате он получит... Я вот вчера выступала в гимназии, и мне там задали вопрос, а вы не представляете себе, там в этой гимназии кружки, и... Много всего, да, да. Это хорошая московская гимназия. Мне задали вопрос, а что делать, если ребенок не хочет уже вообще ничего? И что бы я ему ни предлагал, он от всего отказывается. То есть ребенок впадает в ситуацию, ничего не хочу. Это, подождите, это другая уже, это мы сейчас отдельно об этом поговорим. У меня вопрос такой, если делать это, я имею в виду, вот... Совать во все проруби. Да, проруби, не из чувства базовой тревоги родителя, а из чувства, что, ну, что-нибудь пригодится, я просто хочу дать тебе все, и сразу выбери сам. И ребенок уже, ему он походил там на танцы, не понравилось, походил на хоккей, ну, ничего, и походил там, не знаю, на баскетбол, выбрал баскетбол в итоге. То есть он выбирает, может быть, от ребенка отталкиваться? Нет, если ему дали выбрать из трех вещей, он выбрал баскетбол, и теперь ходит на четыре тренировки в неделю по баскетболу. Это норма. Это вообще норма. То есть это в современном мире, я бы сказала, что это идеальный вариант. Ребенок походил на танцы, ребенок походил на рисование. И выбрал. И выбрал баскетбол, и теперь вот он учится в обычной школе, ну, в смысле в общеобразовательной, и четыре раза в неделю тренируется по баскетболу, и уже достиг там какого-то, я не знаю, и ему нравится ходить на баскетбол. И это здесь не просто норма, это просто... Прекрасно. А если он ходит в понедельник на танцы, во вторник на рисование, а в среду на пение, а в четверг на баскетбол и так далее, то это уже неправильно. Это неправильно, потому что, как правило, он же все-таки еще учится в школе. В школе, как правило, задают уроки. И, как правило, он еще занимается с парой репетиторов, потому что по двум предметам у него как-то так. Или родители хотят, чтобы поглубже был английский язык. И вот здесь у него не остается времени, сил и возможностей на усвоение всего этого. И более того, я сейчас встречаю детей, которым настолько передался вот этот базовый уровень тревоги родителей, что когда родитель ему говорит, слушай, ну давай что-нибудь бросим. Ну, например, у ребенка нарушен сон, нарушена еда, начались запоры, поносы, головные боли, там, не знаю, болит сердце и так далее. Родитель разумно, посмотрев на происходящее, у ребенка восемь кружков и два репетитора. Говорит, слушай, знаешь что, ну давай тогда бросим что-нибудь. Например, давай музыкальную школу бросим. То есть родитель увидел, взял себя в руки, или ему кто-то посоветовал, не знаю, до меня они дошли. Ко мне их послал, допустим, невролог, к которому они ходили с головными болями. Невролог, будучи разумным человеком, спросил, а какая нагрузка у вашего ребенка? Родитель с ребенком перечислил. Невролог сказал, слушайте, знаете, кажется, что это не то. Да, и давайте вот сходите к психологу, может он вам как-то там... Они сходили ко мне, поговорили. И родитель, значит, сделал вывод и говорит, слушай, давай бросим музыкальную школу тогда. И вот здесь начинается, интересно, ребенок, у которого вот эта вот невротическая тревога родителя уже стала его собственной невротической тревогой. Потому что, понимаете, мы же очень часто с вами разговариваем о том, что передавайте родители ребенку хорошее, да? Если ребенок видит, как родители читают книги... Да, то ребенок тоже будет читать книги. Говорят. Не факт, но шанс какой-то есть, да? Он будет тоже читать. Так послушайте, ну все остальное-то передается ровно тем же механизмам. То есть если у нас родитель от своей невротической тревоги запихал ребенка в каждую прорубь, которую он нашел, ребенок проникается мыслью, что только так и спасемся. Он не знает, от чего мы спасаемся, потому что... Он не знает, каким механизмом он будет спасаться. Но он уже тревожный. Но во всяком случае, нет, у него уже есть механизм совладания с тревогой, взятый от родителя. Понимаете? Родитель из своей тревоги запихал его в каждую лунку. Понятно, да. А ребенок решил, что это, да, это механизм, который позволяет решить проблему. И потом родитель приходит, закусив губу, бледный после консультации, значит, это самое, говорит, слушай, ну раз у тебя болит голова, давай отменим музыкальную школу. Ребенок говорит, нет, мама, давай будем продолжать ходить в музыкальную школу. Но тебе же тяжело, ты же не высыпаешься, у тебя запоры. Ничего. Я справлюсь. Я постараюсь, да. То есть ребенок сам начинает думать, что если эту музыкальную школу отменить, то будущее, да, может разрушиться. Он не понимает, как. Он, честно говоря, он и не собирался быть музыкальным сопроводителем в детском садике или концертирующим этим. Но все равно у него есть вот это вот абсолютно невротическое представление о том, что если он сейчас бросит музыкальную школу, то что-то рухнет. Да. Как с этим справляться? То есть надо начать с себя родителю. Конечно. То есть, как всегда, проще не допустить. То есть профилактика всегда проще, всегда менее затратна, чем потом работа. Да, если некоторые родители, которые нас сейчас смотрят, узнали в том, что вы описываете себя и поняли, да, у меня такая ситуация, что делать сейчас? Вот я это допустил уже. Что делать? На самом деле, если речь идет, как мы описываем уже, медицинские вещи, мы видим, что у ребенка дезадаптация, родитель идет по пути авторитарному. То есть родитель главный, и родитель говорит, ты знаешь, что вот после консультации я принял решение, что мы оставляем баскетбол, который тебе нравится, и репетитора по английскому, который я считаю нужным. Оставляем все остальное. Мы оставляем, да, все остальное. По крайней мере, на этот год мы убираем вообще. Смотрим, как ведут себя симптомы. Да, ну то есть ребенок там стал раздражать, там головная боль. Ну, есть какие-то, вот какой-то симптомокомплекс. Смотрим, как ведут себя симптомы. Если они уходят, мы делаем соответствующий вывод, и потом, возможно, примем еще какое-то решение. Но сейчас мы поступаем так, потому что я принял такое решение. То есть вот эта вот идея, знаете, она, на мой взгляд, она совершенно такая нехорошая, что еще ведь и на детей перекладывают ответственность. Родители. Я с ним посоветовался. И он сказал, что он оставляет музыкальный баскетбол. Но это же не про ответственность. Про ответственность. Это же про то, что ребенку-то нравится. Может быть, я, как мама, мечтаю, чтобы там моя дочь выросла балериной, а ей-то не надо. А ей хочется играть в футбол. Когда мы говорим о том, что ребенок не спит, не ест и не какает, речь не идет о том, что ему нравится. Дети не являются полноценными взрослыми людьми. У них хуже прогностическое мышление, у них меньше жизненный опыт и так далее, и так далее. Под маркой я уважаю его как личность. Перекладывать на него ответственность за происходящее я лично считаю неправильным. Особенно в ситуации, когда мы им устроили вот такой мир. Нет, здесь я согласна. Хорошо. Но как в идеальном мире с ребенком надо советоваться, надо исходить из интересов ребенка? Что ему нравится, чем ему хочется заниматься, туда и следовать за ним, да, и помогать ему в этом развиваться. Нет, нет. Нет, мы никогда не следуем за ребенком. Это неправильно. Это даже вот, Марианна, вот если вы себе представите детеныша любого, представьте себе цыпленка, это проще, и курицу. Никогда курица не следует за цыпленком. Никогда, даже если цыпленку просто, ну, жутко интересно посмотреть, что в том болоте, в том пруде, в той луже, или даже в том концертном зале. Никогда курица за цыпленком не следует. Всегда только цыпленок следует за курицей. Ну, может быть, этим мы отличаемся от животных. Тем, что мы следуем за своими детьми. Тогда мы этим отличаемся от животных последние лет, ну, нашей цивилизации лет 15. Да, недолго. Но, тем не менее, ну, потому что... А сколько потом поломанных судеб из-за того, что мать и отец не следовали за интересами ребенка и не давали ему играть на фортепиано, и из него не случилось Моцарта? Серьезно, вы знаете лично хоть одного человека, который... Ребенок у него вставал по ночам к старенькому пианину, они так и не дали ему играть на фортепиано. Ну, да, знаю. Не дали, потому что там, ой, ты мешаешь, ты бьешь по клавишам, раздражает, давай лучше ты будешь там. Ни одного такого. 30 лет работаю. Вот ребенок вот рвался рисовать. Ему просто не купили. Рвался рисовать, рвался играть на пианино. Да, ему говорили, ты сначала нормальную профессию получи, а потом будешь рисовать в оставшееся время свободное. А он уже там ему сколько-то лет, много. А вот если... И он, не знаю, рисует по ночам и мечтает, что вот если бы я стал художником. Когда он стал взрослым, он мог сделать все, что ему заблагорассуется в современной Америке. А уже момент упущен? Нет, не верю вообще. Вот как говорил Станиславский, не верю. Я просто дело в том, что я 30 лет работаю с ними, вот с конкретными. И видела, да, в том числе эти варианты, когда приходили... Я начинала с этого. Когда приходили, еще был подростковый кризис не такой, как сейчас, когда они падают и говорят, у меня депрессия, найдите мне психолога и таблетки. Сейчас так выглядит подростковый кризис. А когда я начинала работать, он выглядел по-другому. Это когда действительно парень стукал вот так вот кулаком по столу и говорил своим родителям-рабочим, которые говорили, да мы жизнь положили на то, чтобы ты выучился в институте. А парень говорил, нифига, я стану шофером-дальнобойщиком, потому что я так хочу. То есть я это еще видела. Так вот, вы знаете, они становились шоферами-дальнобойщиком. От характера зависит. У кого-то родители такие, что там не забалуешь, что называется. Наверное, были. Не встретилось. То есть вот эта вот идея, когда человек потом в 35 лет обвиняет родителя в том, что он не стал оперным певцом, всегда вызывает вопросы не к его родителям. Ну нет, нет, ну хорошо. Да, это да. Ну может быть не обвиняют, но я знаю такие примеры, когда люди в 35 возвращаются к тому, чем они занимались в детстве, но уже не стать на мировых сценах, ему уже не петь условно. Потому что, ну время прошло уже. А мог бы. Вот мое мнение, не мог. Вот тогда не мог. Уже не мог. Вот если не, то не мог. Если характер не проявил сам ребенок. Да, да, да. Для того, чтобы петь на мировой сцене, для того, чтобы подняться на Олимпийский пьедестал. Надо помочь. Для того, чтобы... Нет, не помочь. Нужно много этих историй про родителей Олимпийских чемпионов. Там не помочь надо. Там надо просто вот грохнуть свою жизнь и жизнь ребенка на это. Это не называется помочь. Я согласна, что если поискать, то мы найдем вот такие исключения. Но анмаз нет. А сейчас, я говорю, сейчас еще и подростковый кризис изменился. То есть вот ко мне уже лет пять, пять, не приводили ни одного вот такого. А каждый день, ну уж каждую неделю точно, приводят по несколько штук вот этих, которые, вы знаете, он ничего не хочет. Сидит в телефоне. Я его спрашиваю, что ты дальше делать собираешь? Он говорит, я не знаю. А почему так? Перекормили? Угу. Если мы с одной стороны транслируем тревогу, мир непредсказуем и опасен. И эта тревога вьется. И ребенком экспроприируется. С другой стороны, мы загружаем его под завязку его адаптационных резервов какими-то вот вещами. И он какое-то время загружается. Ну то есть ребенок, например, там шести, семи, восьми лет, он не может сопротивляться. То есть у него нет еще сил. А когда у него появляются силы, то есть проходит, ну ему, допустим, ему 15, ему 16, да, то есть он уже в силах, то есть он в силах вот это вот хлопнуть кулаком и сказать, я не буду врачом, как вы все говорите, я буду оперным певцом, да, или я не буду... Актрисой. Актрисой, да. Или я буду топ-блогером. Если мы посмотрим на сейчас, то оказывается, что у него к моменту, когда нужно прийти и хлопнуть, нет двух очень существенных вещей. Первое, он не знает, куда ему двинуться, потому что его совали во все эти самые и считали, что когда-то он выберет. А он, когда их вот не три, как вы предложили тогда, а 23, начиная с четырех лет, его сунули в первую обучалку-развивалку и кончая, допустим, в 12, да, за эти 8 лет он побывал, допустим, в 23 разных этих. Ни одна из них не задела его. Вот, значит, первое, чего он не знает, он не знает, что он хочет, а второе, гораздо более злокачественное, чем первое, он не знает, кто он такой. Он не сформировался. То есть тот, вот этот вот примитивный, который стучал кулаком по столу. Он уже знал. И таких очень мало детей, которые в 5 лет знают, кем они будут. Я таких встречала людей. Да. Они с 5 лет уже знали, кем они будут. Нет, эти есть и сейчас. И сейчас есть. Ну, таких очень маленьких. Эти есть и сейчас. А в основном дети действительно не знают. Да. Довольно взрослого возраста они не знают. Да. Вроде бы везде так средненько, да? Да, да. Они не знают. И как им быть? И вот в этот момент родители начинают наезжать вот из этой вот позиции, про которую вы сказали, что это же правильная позиция. Возможно, эта позиция отличает нас от животных. Они говорят ему, мы не хотим давить на тебя, чтобы ты стал. Мы хотим, чтобы ты сам сказал нам. Где тебе интереснее. Где тебе интереснее. Мы хотим, чтобы ты смог самореализоваться как личность. А он не знает. А он правда не знает. Он не врет никому. Он заглядывает в себя и понимает, что там ничего нету. Вполне. Да. Как бы. И он говорит, я не знаю. И перестает делать вообще все. Бросает все эти кружки. И сидит, и играет в танчики. И через некоторое время начинает закрывать занавески в комнате. Это характерный такой признак. И тогда родители говорят, что с тобой? Он тоже думает, что со мной? И тогда он идет в интернет. Там читает приблизительно 20 хорошо написанных, хорошо образованными людьми историй, как я болел депрессией. А, и думает, что у него депрессия. И он просто думает. Он говорит родителям, у меня депрессия. А на самом деле это? А не знаю я, что это на самом деле. Что это выгорание или что? Это, в общем-то, это апатия. То есть это остыния. То есть когда вот эта базовая тревога родителя перешла вот сюда, и ребенок, родитель-то хоть как-то справлялся с этим. Он что-то делал, он там работал, не знаю, деньги откладывал, выяснял, как эмигрировать. Ну, то есть родитель хоть что-то делал. Он все-таки действующее существо. Он тревожится, он что-то делает. А ребенок-то ничего не может с этим сделать. Он просто с этой тревогой жил. Много лет. Родительской тревогой. С родительской, конечно, не со своей. Чего ему-то тревожить? То есть здесь первое правило, родитель начни с себя. Справься со своей тревогой. Или, по крайней мере, не транслируй ее на ребенка. Ну, а как не транслируй? Вы же вместе живете в одном пространстве. Это очень сложно. Можно отойти, заняться своей жизнью. То есть вот это вот еще тема, которую я бы хотела проговорить, наверное, если вы мне позволите. Если вы в тревоге, не клубитесь над ребенком. Отвалите. То есть вот это вот тесный контакт, это если вы стабильны и знаете, что вы передаете. Ну, то есть, условно говоря, сыну артиллериста пора к коню привыкать. То есть я точно знаю, что сейчас, значит, моего ребенка нужно научить. Я в этом уверен. Мое представление о жизни артиллериста почему-то включает верховую езду. Я стабилен. Я знаю, что я делаю. Я прихожу к нему и говорю, зайчик, тебе пора привыкать к коню. Завтра начнем. То есть когда вы стабильны. Сактуально. Да, когда вы стабильны. Возможно. Возможно, сейчас уже опять актуально. Когда вы стабильны, вы можете находиться вот и делать все, что вам заблагорассудится, исходя из ваших взглядов. Но если вы нестабильны, если вас вот так вот колотит, держитесь подальше. Надо еще самому осознать, что я нестабильна. Слушайте, вот с этим... Марьяна, вот здесь я скажу, что современные люди обладают молодые особенно люди, то есть молодые родители обладают высоким, несравнимым с моими вот временами, уровнем осознания своих чувств, мыслей, ну и в целом рефлексии. То есть в этом современные люди очень хороши. По поводу выбора. Вот как мне... Поправьте, если я не права, но как мне кажется, чтобы понять, не знаю, какой хлеб тебе больше всего нравится, ты должна попробовать по кусочку от каждого хлеба, и черный, и белый, и серый, и булочку, и такой, и такой, и понять, а вот этот вкуснее для меня. Разве нет? И с кружками, на мой взгляд, так же. Марьяна, нет. Я видела московские булочные. Если бы я поставила себе такую странную задачу, решить, какой хлеб мне больше нравится, слушайте, я грохнула бы на это невероятное количество денег, времени, и... Нет, я не согласна. Эти исследования были проведены в середине 20 века. Человеку оптимально выбирать из 4-6 вещей. Это не перегружает его мозг и дает ему ощущение, ну вот, что он выбрал желаемое. То есть 4-6, ну 4-6, да, вещей совершенно человек выбирает сознательно. Если ему предлагают 66 вещей, это будет не просто сложно, это будет невротический выбор. То есть он, конечно, ткнет во что-нибудь. Возможно, как вы предлагаете, он съест 10, из 66 он съест 10 видов хлеба, но, черт побери, он все время будет помнить, что 56 еще не попробованы. И, возможно, там как раз был тот, который подходит ему идеально. Он выбрал из 16, фактически ткнув пальцем, потому что вы не можете помнить 16 вкусов. Хорошо, ладно, принято. А дети, как реагируют вот на это состояние определенности, если родители, допустим, ведут себя нормально? То есть родители все-таки устранились? Да, устранились. Они не нависают вот тут своими невротическими этими самыми. Дети, конечно, считывают вот эту вот общественную тревогу, они не могут ее не считывать. Но если над ними не клубиться непосредственно 1-2 невротических родителей, то дети справляются. Дело в том, что у детей очень серьезные механизмы совладания. Они в норме недееспособны. Ну, то есть, понимаете, цыпленок выжить не может. Он это знает. Да. Один. Он это знает. То есть у него, ну, условно говоря, вмонтирован этот механизм, что я не самодостаточен. И поскольку он это знает как бы изначально, то некоторые вот это вот клубления там где-то далеко всяких достаточно опасных вещей, он понимает, что они опасны, переживаются как, в общем, ну, в общем, ничего. Более того, некоторые, если мы говорим о предподростках, то есть не о маленьких детях совсем, а о предподростках, некоторый уровень клубления вещей вот не непосредственно вот здесь, а вот там, вызывают у них даже некоторую такую ажитацию. То есть, ну, знаете, Гайдар РВС. Вот там дети, если вы читали, там дети-предподростки, да? То есть некое такое даже, я бы сказала, оживление. То есть дети... Как интересно. Да, да. Дети, понимаете, есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, я знаю, будут плакать ночью, о времени большевиков. Понимаете, да? То есть о каких это мальчиках? Это о мальчиках, понятно, что не пяти, не четырех лет, да? О каких это мальчиках? О подростки. Это о предподростках и вот о подростках. Я бы сказала, о младших подростках. Вот. То есть некоторая такая ажитация при смене вот всего у них наблюдается. То есть они могут реагировать даже вот... Поскольку они не могут... У них слабое прогностическое мышление, они не могут понять, чем это грозит. На самом деле просчитать. Слушайте, да взрослые-то не могут. Ну, конечно, мы с этого начали. Да. Но у детей это еще усилено. Они с прогностическим мышлением совсем не дружат. Поэтому они ловят только, ну, понимаете, вот... Вибрации взрослых. Вибрации и общество в целом. Не обязательно вот конкретно взрослых, а общество в целом. И знаете, вот эти границы... Вам доводилось бывать в степи и видеть зорницы над горизонтом? Ну, это очень такое достаточно эффектное зрелище. И оно даже вот у взрослого человека, я не помню, видела ли я их в детстве, но в молодости уже видела, вызывает, знаете, желание смотреть еще. То есть это не гроза над головой, которая вызывает желание, ну, как вы понимаете... Спрятаться. Да, немедленно вообще спрятаться. У редких людей это иду на грозу, но, согласитесь, это, ну, какая-то часть популяции, да, но все-таки это не массовая. А вот зорницы над... вызывает желание... Красиво. Оно еще немножко тревожно. И вот вызывает желание смотреть и смотреть и не уходить. Да. Главный вопрос. Чему учить детей и как воспитывать детей и для какого мира готовить детей сейчас? Значит, мы уже как бы в первых строках письма мы уже выяснили, что мы не знаем, для какого мира... Значит, но для какого-то надо, да, чего-то надо делать. Значит, давайте посмотрим, во-первых, что у нас есть общее для всех миров. Да, то есть посмотрим, есть ли у нас что-нибудь вообще общее, да. И тут мы находим вещь, с которой сейчас просто вот... Я понимаю, что оттуда не могут прилететь гнилые помидоры, они не пролетят через экран, но тем не менее там они вот сейчас зашевелятся. Что надо понимать очень четко, что главное универсальное и навсегдашняя задача родителей это воспитать автономную личность и пинком ее вышибить. То есть что вот воспитание всегда конечное. Да. То есть наша задача единственная, которая у нас, собственно, есть, это воспитать автономную личность, которая все, которая может прокормить, укрыться, соответственно, построить горизонтальные связи. И это все. Все остальное, знает ли личность английский язык, умеет ли она жарить котлеты, умеет ли она скакать на лошади и так далее, не имеет в общем-то никакого значения. Это все невротические движения современного общества, поскольку, ну, действительно, в общем, не совсем понятно ни про лошадей, ни про... и так далее. Вот. Поэтому, значит, мы наши стратегические усилия направляем на его автономность. То есть если мы видим, что нашему ребенку четыре года он до сих пор сам не умеет одеваться, мы понимаем, что это надо преодолевать. Если мы видим, что нашему ребенку уже 16, а он не знает там чего и раздумывает о своих, значит, самореализациях и так далее, мы ему говорим, что сейчас идешь в техникум, я тебя кормлю, учишься до 11-го, я тебя кормлю, не идешь в техникум, идешь работать. Я возражу. Потому что я знаю сейчас очень много, вот правда много среди моих знакомых таких примеров, когда родители, есть возможность содержать детей, и они дают им возможность своим детям познать себя. Ну то есть понять, что ты хочешь, кем ты не являешься. А дети уже довольно взрослые, и они учатся, учатся здесь, потом учатся там, и они себя ищут. Это выбор. Значит, вы, вот это, не вы, естественно, а ваш вот этот круг, про который вы только что сказали, как вы понимаете, я его вижу вот стольечко. Вот, значит, вот этот круг не выполняет ту задачу, о которой я сказала. То есть он в ситуации нестабильности, в ситуации непонимания, какой мир ждет вот этих вот существ, дает им возможность в 18 лет, в 19 лет, в 23 года не быть автономными. То есть свою родительскую задачу. Почему я сказала, что помидоры-то полетят? Почему я сказала? Значит, я твердо утверждаю, что в ситуации нестабильности они свою родительскую задачу не выполняют. Но вам возразят, но если у меня есть возможность, у меня есть финансы. Вы имеете право. Я имею право, конечно, что ребенок определяется, и может быть, он к 40 годам или она определится. Конечно. И слава богу, зато она сделает правильный выбор. Может быть. Это имеет место быть? Это имеет место быть, это возможность. Но вы же спросили, что делать родителю, на что ему ориентироваться, если он отдает себе отчет, что он не знает, для какого мира он растит ребенка. Может ли человек сказать, у меня есть финансы, соответственно, и я дам ему... Могу себе это позволить? Могу себе позволить? Девочки, дочки. Есть ли шансы, что этот человек к 40 годам себя найдет? На мой взгляд, они стремятся к нулю. Вот. Потому что чем больше человек, ну, условно говоря, живет не за счет своих ресурсов, а за счет чьих-то чужих, тем меньше шансов, что он когда-то с собственной инициативой перейдет к другому способу жизни. То есть что он стукнет таким кулаком, посту и скажет, так, уберите от меня все вот это, теперь я пойду сам, потому что я знаю, куда мне идти. То есть вот такие люди, как правило, они уже с детства понимают, что они так сделают? Нет, не с детства. Ребенок, еще раз, следует за курицей. Да? Вот он следует, 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 следует. Наступает момент в норме. Вы говорили про тот колоссально маленький процент, который изначально знает, что он будет энтомологом. Он так с трех лет ходит с сачком. Чпок, чпок. И, значит, так до 75 доходил и умер. Ну, то есть с ним все в порядке, его не надо не профориентировать, ничего, ему надо только вот ну, показать, где учат энтомологов. Так просто, причем показать, знаете, даже за руку не надо вести. Вот так вот направление показать, и он сам туда побежит, держа свою коллекцию бабочек. Вот. Их... Да, мало. Да. Большая часть спокойно ходит за курицей некоторое время, если курица уверенно идет куда-то, да? То есть привык к коню в 4 года, там, ну, в общем, короче, проделал все, что... И живет жизнью курицы. Да, да. Но это неправильно. Нет, он живет жизнью не курицей, он живет жизнью той семьи и той среды, куда он попал. То есть если он крестьянин, то он к 16 годам умеет пахать, там, шить, вышивать, готовить, колоть дрова и так далее. Если он живет в семье, допустим, интеллигенции, он отличает Пастернака от Мальденштадта. А как у Ломоносов? Всегда есть. Никогда... Вот я говорю, 30 лет работаю, так и не увидела вот этого варианта, когда ребенок раз за разом вообще вот рвется к пианино, а его обратно. Рвется к пианино, а его обратно. Если это Ломоносов, он ушел. Хорошо. Значит, большинство, походив вот сколько-то за курицей, в какой-то момент понимает, что я вообще вижу в жизни, кроме задницы курицы. Да. И этот момент наступает как раз в предоростковом возрасте, который специально приспособлен для метаморфоза. Ребенок умирает, превращается во взрослого. Кусок на метаморфоз. Значит, взрослый выбирает пока за него до какого-то момента. Предлагая ему выбор, вот так, как вы сказали. То есть, зайка, ты попробовал вот это, вот это и вот это, ты чего? Волейбол отлично. Каким конкретно навыкам учить, мы сказать не можем. Не можем. То ли это костер разводить, то ли искусственный интеллект изучать. Дело в том, что... Космические полеты. Мы не понимаем сейчас, поэтому мы не можем ребенку как-то направить. Поэтому родитель, на мой взгляд, в ситуации вот этой полной неопределенности, первое, что он себе ставит, это конечность. То есть, я должен воспитать автономную личность, которая... Чем вот более автономной она будет на ситуации слома всего, если вдруг произойдет слом всего, тем я успешнее, как родитель. То есть, базовые навыки. Это базовые навыки выживания. Навыки, которые положены человеку по этому возрасту. То есть, соответственно, в 16 лет имеет смысл уже знать, в какой области ты дальше хочешь... Развиваться. Развиваться. В 4 года имеет смысл уметь есть, одеваться и быть без родителя, без гувернантки, без бабушки, занимать себя самому. Хорошо. А если говорить про вот не такие, там, не про обучение, а в принципе, да, чему учить сейчас детей? Надо ли, надо ли взрослым учить детей в современном мире, например, не говорить в школе или в паблике то, о чем говорят дома на кухне? Сейчас это может пригодиться, кстати, как было там когда-то в советские времена. Информационная безопасность. Да. Разумеется. Стоит ли это делать? Вы... Опять-таки, непонятно, в каком мире мы будем жить. Есть вариант, что очень даже это пригодится, есть вариант обратный. Мариана, здесь абсолютно принимает решение родители. То есть родители, если их, допустим, двое, они садятся без всяких детей на кухне, ну или там, если у них жилищные условия хорошие, то где-то в другой части квартиры, и обсуждают, будем ли мы, мы знаем, что говорят у нас дома, правильно? Да. Мы знаем, что бывает за рисунки. Мы знаем, мы все знаем, да. Поэтому давай, Вася, решим, что мы сейчас протранслируем двум нашим детям, одному из которых шесть, другому тринадцать. А как? Это не будут ли какие-то двойные стандарты? Как это должно выглядеть? Это будут двойные стандарты. Но дело в том, что двойные и тройные стандарты у нас были всегда. Вы никогда не сделаете в студии того, что вы делаете там дома с друзьями, не знаю, в бане с подругами и так далее. У нас всегда были двойные, тройные, пятерные и так далее стандарты. Ну, вы имеете в виду, что там советские времена тоже на кухне говорили одно, а на партсобрании говорили другое, и никто не от раздвоения вот этой личности не сошел с ума. Не сошли с ума, только сочиняли анекдоты. Мне нужен врач ухо-глаз. Что это значит? Такого врача нет. Есть врач ухо-горло-нос и есть глазной врач. А мне нужен ухо-глаз. Почему? Какие у вас симптомы? Я что вижу, то про то не слышу, а что слышу, того не вижу. К этому идет. Советский, сейчас не знаю, но во всяком случае в советское время это все притворялось в анекдоты. То есть родители принимают решение, берут на себя ответственность, потом зовут детей и говорят, значит так, зайчики, вот что мы решили. И сообщают, что они решили детям. Могут ли дети нарушить? Могут. Но тем не менее ответственность принимают родители. Вот эта вот идея, что кто-то примет, нет, никто. Ты решаешь, ты сообщаешь и вот. А что делать таким осознанным, рефлексирующим родителям, которые понимают, что они могут ошибиться, когда скажут, значит так, зайчики, мы сейчас сделаем так, так и так. Они могут ошибиться? Конечно, конечно. Знать, что они могут ошибиться. Вот они отрефлексировали, они чего-то зайчикам там сказали, да, но при этом они отдают себе отчет, что у них, во-первых, не идеальный корпус информации, во-вторых, они могут, ну, слабо проработать что-то. Так, они знают, что они могут ошибиться. А в чем вопрос? Они просто знают, что они могут ошибиться. Ну, то есть не париться по этому поводу? Хотите парьтесь. Главное, детей не парьте. Мы же уже, мы с вами уже обсудили, что в современных условиях ковид, военные действия, неопределенность будущего и так далее. Ну, нужно быть уж совсем буратиный, чтобы не париться взрослому. Человеку, который обладает образованием, интеллектом и так далее. Окей, парьтесь. Но оставьте детей в покое. Да, да, не клубитесь вокруг них. А можете рассказать, как это сделать? Вот как оставить? Нет, всегда здорово заниматься своей жизнью. Я вообще всегда за это. Да. Но для особо тревожных родителей, вот им как в один день перестать написать на детей? В один день не перестать, но, во-первых, поставить... Значит, окей, хороший вопрос. Значит, первое, это осознать проблему, что она есть. То есть, кажется, я клублюсь. Да? Это у нас первая часть. Но это можно. Первая часть, да, понятно. Второе. Я уже решил, и я принял решение перестать клубиться, ну или, по крайней мере, меньше клубиться. Да, отлично. А вот, соответственно... Уже полдела. Нет, это еще... Ну, в общем, короче, вот во втором пункте у нас с вами будет две вещи. Я принял решение, что я буду клубиться меньше, и второе, я сообщил об этом. Кого? То есть я проговорил ребенку и себе. Я проговорил, слушай, зайчик, вот у меня такое ощущение, что клублюсь... Я тебя достаю. ...что клублюсь-то я вообще вот многовато. И ты знаешь, что... Ну, у меня вот были основания так решить. И ты знаешь, зайчик, я принял решение начать клубиться меньше. Вот. И дальше вы называете и делаете... Это уже третий пункт. Первое, что вы собираетесь по этому поводу сделать... Например, ты знаешь, зайчик, я решила, что я выхожу на работу. Ну вот, тебе уже 12, брату 8. Ну, нет никакой необходимости. Мне вот над вами тут это... Я приняла решение, что я выхожу на работу. Или я приняла решение, что я поеду, подумаю там о своей жизни вот куда-то на месяц. Или... Не такое радикальное. Я приняла решение, вот первое действие, которое у меня будет, я все взвесила. И вы знаете, я поняла, что я не могу от вас отрешетиться, если я... Ну, вот, ну, этот... Ломоносова-Лавазье. Если где-то что-то прибавится, то где-то что-то убавится. Я решила завести щенка-бульдог. И поскольку они полулетальные, порода бульдоги, они полулетали. Вот. И он всегда будет больной все 8 лет своей жизни. И мне будет чем заняться. И он будет требовать, да, вот я решила от вас немножко это самое. И вот мое решение, дети. А вы считаете, что вот эти решения, выхожу на работу, выхожу замуж, уезжаю на месяц подумать о жизни или заведу щенка, это поможет тревожной матери и тревожной отцу? Нет, это ей не поможет. Поможет меньше клубиться? Да, да, да. Потому что закон Ломоносова-Лавазье никто не отменял. Бульдог, соответственно, сипит, задыхается, она все время звонит ветеринару. Не, ну с бульдогом ладно. Вышла на работу, слушай. Каждые 5 минут звонить там, ты покушал? Нет. И ей уже, уже, это уже будет лучше, чем она бегает к нему в комнату. Ему 12. Давай я тебе сюда принесу, но выйди в конце концов, мы же должны семейно поесть. Твоя сестра уже пришла и села. Но почему ты не можешь оторваться от своего мобильного телефона? Он же делает тебя дебилом. Если она раз в час с работы позвонила и спросила, ты покушал? Он сказал, да, мама, положил трубку. Уже меньше клубиться. Хорошо, отлично. И финальное. Ваши рекомендации взрослым родителям, как и чему учить детей в современном мире и в состоянии неопределенности? Ориентироваться на максимальную автономность детей. То есть мы развиваем в них максимальную ситуацию неопределенности. Мы никогда не знаем, когда кончатся наши. То есть когда мы, например, мы говорили о перестройке, да? То есть когда я вообще перестану воспитывать детей, а займусь чисто выживанием семьи. Мы сейчас не говорим про какие-то вот такие вот вещи, которые рухнули и все. Мы говорим про то, что очень многие родители в перестройку детей воспитывать перестали резко, потому что они начали зарабатывать деньги на то, чтобы выжить. Мы не знаем, когда это может произойти, ситуация неопределенности. Поэтому мы ориентируемся на максимальную автономность ребенка здесь и сейчас. В соответствии его возрасту. Разумеется, мы не можем сделать четырехлетнего ребенка полностью автономным, да? Никак. Но максимальная автономность, возможная по возрасту. Первое. И второе – это честность. То есть то, что я всегда говорю. То есть максимальные вещи мы проговариваем. Зайчик, я понял вот это. Зайчик, я решил делать вот это. Зайчик, я делаю вот что. И вот как я себе это объясняю. Это была Екатерина Мурашова и я, Марианна Минскер. Всем любви и спокойствия. И подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова